21 августа церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватии и Германа Соловецких. Преподобные Савватии, Герман и Зосима Соловецкие жили на рубеже XIV-XV веков. Их почитают как иноков, положивших начало монашеской традиции на Соловках. Савватий долгое время жил в Кирилло-Белоязерском монастыре. В поисках уединения он переселился на остров Валаам. Однако и там вскоре стало слишком суетно. Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», – отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком, Германом. После кончины преподобного Савватия к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Игуменам выбрали Зосиму. По молитвам к преподобному Савватию Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора-монастыря. Церковь почитает преподобных Савватия, Германа и Зосиму Соловецких как светочей русского монашества. Мы просим их, святые отцы Соловецкие, молите Бога о нас.